Павел Николаевич, идет ремонт капитальной Дома культуры. Я смотрю, там стоит техника, работают люди, но что-то происходит, по-моему, какое-то несуразное. Мешают теперь уже проводить работу по капитальному ремонту? Услово «несуразное» мне очень понравилось. Вообще идет какой-то беспредел абсолютно. Потому что идет спор в суде, но это не значит, что мы не должны выполнять регламентные работы. Ремонт. Все прекрасно знают, что здание принадлежит совхозу имени Ленина. С этим никто не спорит. Что собственник здания должен содержать свое здание в нормальном техническом состоянии. С этим тоже никто не спорит. Что наше право проводить капитальный ремонт здания, тем более, что он был запланирован еще год назад. И в том числе муниципальные власти, и этот центр культуры знал об этом прекрасно. Он говорит, по сути своей, это какой-то бандитизм. Потому что ввели каких-то людей, вот эта вот группа Р, рота Агра, которая якобы охраняет муниципальное имущество, по документам это так, муниципального имущества там на 6 миллионов. Почему надо препятствовать работникам совхоза Ленина в проведении капитального ремонта? Это замена труб, замена различных других приборов освещения и всего остального. Непонятно никому. И в момент, когда наши работники входят, начинают что-то делать, появляются какие-то, вот в этом сегодня было 6 или 7 человек, каких-то бандитов, которые начинают препятствовать им проводить работы. В общем, это наш, как говорится, культуры. Мы проводим ремонт. У нас есть для этого все основания. Ясно, что там трубы не менялись довольно давно, а мы туда подводим тепло. И наружу-то еще как-то мы работаем, а внутри мы не можем ничего сделать. Ну, а полицию вызывали? Да, но мы же знаем, что рейдеров поддерживает власть по полной программе. Потому что, по большому счету, муниципалы, которые там спорят, что они и так договор заключили, что договор продолжает действовать, ну, пришли бы и сказали, ну, тогда давайте совместно ремонт будем проводить. Или еще что-то. Нет, они же ничего не делают. Они только мешают. Вот это как собака на сене. Не нам дают ничего делать, не сами ничего не делают. Причем, когда ты, ну, там, мои подчиненные с этим невменяемым директором разговаривают, он говорит, что не понимаешь, что мы ремонтируем, нам нужно ремонтировать. Именно сейчас, в то время, когда можно поменять трубы, отопление, водоснабжение, потому что сейчас ясно, что активность детей после того, Ну, каникулярное время, да. Ну, конечно. Нас даже осмотреть не пускают туда, потому что нужно же проект сделать, поменять вентиляцию там, там очень большой объем работы. Поэтому это, обыкновенный, бандитизм, причем это как раз тот случай, когда рейдеров поддерживает власть, по полной программе там это видно, потому что ни милиция, ни прокуратура, ни суды, никто, хотя все ясно, как белый день, не помогают, а только мешают нам. Вот. И глава местного самоуправления, это же его подчиненные, это он назначал этого директора, и он дает команды, он спрятался, я ему звоню, говорю, слушайте, давайте об этом теме обсудим, поговорим, это же ваше муниципальное учреждение. Ни ответа, ни привета. Для таких примеров вообще по стране не слышал. Да, ну, знаете, самое смешное, что мы же ему писали письма, с охраной, мы ему писали письма, что возьмите в аренду все здание, он отказался, вот не он, а предыдущий глава Спаский, он же ничего не сделал, для того, чтобы заключить договор о аренде. А после этого в декабре захватил здание, и якобы охраняя муниципальное имущество, которое на самом деле, там, ну, костюмы, ну, вывезите их, там, что там вам еще нужно, все это, там, какие-то барабаны, ну, заберите их, какая разница. Ну, говорит, все здание-то принадлежит совхозу. Вот такой беспредел, дети страдают, ну, хотя понятно, что мы их разместили, значит, у нас 400 человек занимаются в различных кружках, вот, они не могут на сцену выйти. Ну, концерт проходил на улице, ну, на улице, да. Слава Богу погода. Ну, это все понятно. Понятно и другое, что если бы не было поддержки из области, если бы не была дана команда, делаете, что хотите, мы вас прикроем, ничего бы этого давно бы не было. И вообще, ситуация в районе очень сложная, в каком смысле, это неужели непонятно, что леса разворовываются не без участия чиновников, что земли, государственные, органичные собственности, там, какие-то скверы, все попадает в частную собственность, по паям колхоза Горького Владимира Владимировича. Ну, понятно, что это огромная мошенническая схема, в которой участвует Единая Россия, то есть ее представители, которые ничего не боятся, прикрыты они прокуратурой, правоохранительными органами, судами, надят, и сделать с этим, как будто бы ничего нельзя. То есть, едим Россию, разворовываем страну, это как раз, вот, можно начинать, прям, конкретно с Ленинского городского округа. Замена глав, которые, значит, уходят, подписав какие-то документы, и потом их не найдешь. Вот это, скажем так, вот этот беспредел, который у нас здесь творится, все это звенья одной цепи. Ну, и, кстати, рейдеры одни и те же, что которые, якобы, управляют сейчас по яме колхоза Горького Владимира, которые пытаются захватить совхоз имени Ленина, которые сидят там у нас в Дворце культуры, которые, там, неправедными судебными решениями, а суды на их, ну, как, даже не могу сказать, что это такое, потому что судебная система отвязалась по полной программе. Вот, последнее, вчерашнее заседание суда, там же все видно, договор на аренду Дворца культуры был заключен, ну, прежним директором с оздоровительным центром, значит, совхоз Ленина к этому никакого отношения уже год не имел. Они платили муниципальные контракты по этим договорам, там, нельзя сказать, что его не было, потому что муниципальные платежи проходили определенным образом, через казначейство, ну, там, через их систему. Да и тендеры разыгрываются, тоже публично. Ну, и все. И вдруг судья делает вид, что ничего не знает этого. Поэтому, ну, слушай, это позорище. по фактическим обстоятельствам. да, это позорище. Другое дело, что люди страдают. Например, сварщики, наши слесаря, приходят, им на работу нужно, у них есть задания, им нужно выполнить. Обстает какая-то банда из, там, шести человек или семи, и не пускает их на работу. На каком основании непонятно. Приезжает полицейский, говорит, а я ничего не могу вмешаться, как ты не можешь вмешаться, ты посмотри, у этих договоров на аренду, то есть на хранение какого-то имущества. Ну, пускай он фиктивный, но он есть. Там же нет, не написано, что они охраняют трубу. А эта труба принадлежит совхозу, почему мы не можем ее поменять? Поэтому, это безобразие. Но, вообще, в России сейчас с законностью очень тяжело. То есть, кто сильнее, тот и прав. Это такой закон джунглей, поскольку силы у них гораздо больше. Я понимаю, что там люди в погонах, административные органы, правительство и поэтому мы все везде напарываемся. На что? Либо дорогу проложат по землям совхоза, не имея на этом никаких оснований и считают, что они кого-то победили. Ну, когда что-то случится, они все в кусты, а нам придется ответить. То они дворец культуры захватили полгода, никого не пускают туда, и им все сходит с рук. Потому что это реально самоуправство абсолютное. То совхоз имени Ленина пытаются захватить всеми праведными и неправильными методами путем судебных решений, которые вообще ни один нормальный человек никогда бы не принял. Ну, и поэтому жрут они нас. Геннадий Андреевич в курсе? Да, понимаешь, как интересно, когда он пишет письма, а он их уже, наверное, не знаю, шкаф можно заполнить этим письмом, написал в различные органы, и ему приходит все время ответ. Например, судебная власть, она независима и принимает решения самостоятельно. Ну, кто в России сейчас в это поверит? Ну, какая же здесь судебная власть? Здесь самоуправство, чистая вода. подожди, давай так. Судья Виновского городского суда наложил обеспечительные меры? Ну, обеспечительные меры... Ну, подожди, наложил же обеспечительные меры, не имел на это право, но можно. Мы оспариваем, но дело затягивается. Но даже если... И даже если они есть, то все равно это не основание препятствовать проведению капитального ремонта. Знаешь, как логики в судебных решениях уже давным-давно нет. Вот когда человека осуждают за то, что он выкрикивал лозунги, хотя он не мой, и пишут ему штраф, или за то, что человек кинул в сторону полицейского и не попал с пластиковым стаканом и получает реальный срок, ну, это о чем-то говорит? О том, что одновременно с этим полицейский пьяный стреляет в ногу девочки и получает условный срок. Причем, он использует пистолет, стреляет, видите ли, он хотел 13-летней девочке добиться чего? Взаимности. И она отказала ему, он выстрелил ей в ногу и получает условный срок. А человек, который кинул пластиковый стакан в сторону полицейского, просто кинул, он нанес моральные страдания сотруднику правоохранительных органов и поэтому сел в тюрьму. И поэтому, это вот яркий случай совхоза имени Ленина. Совхоз имени Ленина внес в уставной капитал дочерней компании земельный участок. Потом через год этот земельный участок перевели, потом половина земельного участка вернулась обратно и совхоз получил еще миллиард 130, то есть получается, что огромные деньги получил совхоз. Решением общего собрания все это было сделано. А в результате директор совхоза должен совхозу миллиард рублей. Еще 66 миллионов. Еще 66 миллионов. Ну, 66 миллионов, слава богу, люди нам перечислили, и теперь только миллиард я должен. Ну, понятно, что мне лет 50, надо 60 работать, чтобы отдать эти деньги совхозу. Все это прекрасно знают, это абсолютный абсурд, но, несмотря на это, судебное решение состоялось. И этих судебных решений у нас черти сколько. Вот везде. Можно отдать инвалидность за один день, потом уехать на курорт, горнолыжный, и после этого забрать две трети имущества и практически получить огромное количество акций, которые стоят, мы сейчас провели оценку, общая оценка совхоза минимум 30 миллиардов рублей. 42 процента должно стоить как минимум 20 чем-то, не 20, а 17 миллиардов. За 2 миллиона, оказывается, были проданы акции совхоза. За 2 миллиона. И суд не признал эту сделку мнимой. Хотя ясно, что она мнимая абсолютно, что за 2 миллиона 42 процента акций совхоза продать было просто невозможно. Как минимум это уход от налогов, а как максимум это просто мошенничество обыкновенное. Если в законе написано, что у нас акционерное общество закрыто, и поэтому нужно было сначала предложить всем акционерам выкупить за эти деньги, любой бы акционер выкупил 42 процента акций. Но несмотря на это ничего этого не произошло. Поэтому у нас, к сожалению, по отношению к совхозу нет никакого суда, есть только команда разрушить. Но мы же бьемся. Уже четвертый год. пытаемся всячески уклониться от рейдерской атаки. Мы особенно ни на кого не нападаем. Нам бы выжить. Все хорошо. Сдаваться не будем. Нет, сдаваться не не